Переходим непосредственно к курсу, переходим к первому уроку И я все те действия, которые буду производить в данном курсе Все плагины, которые мы будем ставить и настраивать Я буду их ставить на примере своего учебного сайта В принципе, это вполне реальный сайт, который мы разрабатывали в рамках курса WordPress Master Я дальше буду устанавливать на данную получившуюся у нас в курсе тему Все то, что буду показывать в курсе, буду устанавливать на сайты из данного курса У вас, естественно, это свой должен быть сайт Либо, опять-таки, я повторюсь, действующий, либо который еще разрабатывается Итак, первый плагин, который мы будем устанавливать, это плагин Cur2Lat Раньше он назывался Rus2Lat Что он делает? Он преобразовывает в урлах русские буквы, русские символы, кириллицу на латиницу Чтобы было понятно, о чем идет речь, я сейчас поясню Открываем свой сайт Я, соответственно, открываю свой и попробую добавить запись Добавить запись Ввожу заголовок, например, новая запись Далее набираем какой-нибудь текст В общем, просто создаем запись Я что-нибудь вот такое Что-нибудь вот в таком плане посоздаю Выберу рубрику «Опубликовать» То есть просто создаем запись с русским заголовком Потому что у нас все остальные, как бы, да, видим, тестовые, они с английскими заголовками Так, обновляем главную страницу Видим, да, у нас появилась наша новая запись Ну, немножко неаккуратно, без картинок Ну, как бы, это сейчас нам не суть Не эстетикой занимаемся, мы занимаемся настройкой Так, переходим Если мы сейчас перейдем вот в саму запись, да То мы увидим в урле вот вопрос page 55 Не совсем вообще, в принципе, устраивают такие урлы То есть лучше делать урлы, скажем, человекопонятные, так называемые Так, 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 это не здесь Параметры, вот, постоянные ссылки Нам надо сюда зайти И выбрать название записи для настройки нашего поста То есть вот общие настройки Чтобы у нас урлы были Значит, наш сайт Сайтлог И дальше название шло непосредственно поста Сохраняем изменения Обновляем нашу запись И мы видим, что мы получаем Сайтлог И здесь мы прописываем, да, то есть новая запись Если мы перейдем обратно и зайдем, ну, в какую-то существующую запись Вот она на английском языке, да То на английском вроде бы казалось бы все нормально Но у нас все-таки русскоязычные сайты, да По крайней мере, по большей своей части Поэтому у нас будут получаться русские заголовки И нас это, соответственно, вообще не устраивает Почему? Потому что они просто могут не открыться Либо, возможно, ну, самое плохое, что может быть Да, просто будет ошибка страницы Потому что кириллица в урлах как бы быть не может А вот Хотя мы знаем, что, в принципе, последнее время, да, уже и домены.рф Есть, но тем не менее, то есть, если латиница, то, соответственно, все должно быть на латинице Что мы делаем? Нам нужно установить, значит, наш плагин Куртулат Который как раз-таки данную проблему исправляет Итак, переходим в дополнительные материалы Есть плагин Куртулат Куртулат Открываем наш сайт Переходим на сервере, да, либо на локальном сервере Переходим в папку wp-content Плагинс И, грубо говоря, устанавливаем просто плагин То есть мы берем, разархивируем наш плагин в папку плагинс Да Далее переходим в админку На вкладку плагины Первый плагин, как бы поясню, как подробно его установить А вот дальше уже будем быстрее все это проходить Значит, вот он, Куртулат, мы видим, да, он в папке плагинов появился Нажимаем активировать Активировать И, в принципе, все Плагин никаких настроек у нас не требует Ничего с ним, как бы, делать абсолютно не нужно Да, единственное, что те записи, которые у нас вот уже созданы Если мы обновим Мы видим, да, что у нас вот новая запись, да То есть все получилось, как бы, нормально Так, новая запись, запись переходит Иногда бывает такая ситуация, что не совсем, как бы, ну, корректно, да И соответствует тому, что появляется у нас, как бы, в урле И тому, что у нас происходит в записи То есть нужно вручную сходить в админку И немножко поправить данную запись, да То есть, ну, записать ее, как бы, заново Вот, ну, и теперь, соответственно, при добавлении Если мы будем добавлять там новую запись Номер, так, номер 2, например, да Видим, во-первых, сразу же у нас подставляется на латинице И если мы, опять-таки, ее сразу же вот опубликуем Так, только единственное, на главную страницу переходим Новая запись номер 2 Переходим в новую запись номер 2 Мы видим, что у нас все последующие записи, которые будут создаваться Они у нас будут создаваться уже на латинице То есть, если вы еще не создавали свой сайт, да, не наполняли свой блог Только планируете этим заняться То, в принципе, плагин вот Куртулат Лучше даже поставить не после того, когда все будет готово А перед тем, как все будет готово Чтобы, ну, гарантированно, да, были соблюдены Значит, все заголовки, все урлы на латинском языке И не пришлось ничего исправлять уже потом После того, как сайт полностью наполнится Поставится плагин Куртулат Потому что вот сейчас у нас прошло без проблем все Но, опять-таки, повторюсь, иногда бывают ситуации Когда не совсем соответствует то, что прописано в урле И то, что у нас есть, ну, скажем так, в записи Вот, поэтому тут могут быть несоответствия Если не разрабатывали сайт, да, только планируете То, соответственно, Куртулат, в принципе, можно ставить с самого начала Чтобы потом, опять-таки, проблем было меньше На этом все Вот такой плагин Больше остальных никаких у него настроек нет Рассмотрели мы подробно, да, установку плагина То есть на этих моментах я больше так подробно останавливаться не буду На этом все Жду вас в следующем уроке